здравствуйте друзья вот сегодня у нас уже начинаются какие-то элементы финиша это конвекторный обогреватель именно этот конкретный мы будем размещать ванной комнате так что он маленький но такого же типа побольше панели они пойдут спальни где нет отопления значит этот обогреватель используют конвекторный принцип движения воздуха здесь стрелочки показывают что холодный воздух поднимается вверх а теплый воздух сверху выходит значит я делала исследование по этому прибору и значит ну в целом люди отмечали что тут все хорошо работает единственно что у этого прибора должна быть дополнительная панель которая предотвращает избыточную температуру с поверхности чтобы касаться было не горячо вот в этом не нужно убедиться и тогда мы сможем этот обогреватель повесить и к нему я еще купила вот такую штуку которая называется непрограммируемый термостат можно выставить нужную температуру здесь вот и таким образом выключать этот обогреватель ну сейчас я соберусь мы пойдем на стройку дальше его распакуем посмотрим что там внутри ну вот друзья мои я посмотрела на этот обогреватель пока вам его показывала и расстроилась расстроилась потому что это совсем не тот обогреватель который я заказала точнее очень похож на тот который я заказала но должен был быть меньше мощности потому что я планировала его поместить в ванную комнату это во первых а во вторых у него должен быть еще защитный экран который не позволяет касаться вот этой обогреваемой поверхности я прочитала ревью на эти хиттеры вообще-то ревью хорошие в том смысле что они не шумят эти хиттеры они хорошо обогревают помещение но много людей указали на недостатки что сама панель довольно горячая она не смертельно горячая но если коснешься ее рукой то отернешь руку достаточно горячая вот это первый недостаток и второй недостаток люди жаловались что у них плохой тумблер который включает и выключает обогреватель но и я рассчитывала да следующая версия это уже такой же точно обогреватель только у него сверху еще на расстоянии там инча ставится такой защищающий экран чем увеличивается пропускная способность этого хиттера по конвекции горячего воздуха и увеличивается его эффективность то есть более малой мощности хиттера способен обогревать более большое помещение вот и я заказала его компания одна и та же все одно и то же вот разница только в цене и наличие этого защитного кожуха они все перепутали и прислали мне друг я по этому поводу расстроилась написала уже туда сообщение что не могут ли они мне прислать этот защитный кожух потому что у них есть модели и на 600 ватт с этим кожухом мы могли бы его использовать тогда в спальне мы посмотрим что они ответят и я вас буду держать в курсе недостаток который связан с тем что там плохой тумблер и люди жалуются что если пользоваться этим тумблером он сгорает там в течение двух месяцев я решила что мы поставим термостат вообще-то этот обогреватель он просто включается в розетку и на нем самом есть тумблер который можно его включить или выключить у него нет никакого термостата просто либо греет либо не греет на всю мощность но этот тумблер такой маленький и такой будет просто видно что он очень хлипкий и люди жалуются что он очень быстро сгорает вокруг него там обгорает все но кроме того и неудобно себе включать-выключать все-таки хочется чтобы в комнате поддерживалась температура поэтому я отдельно заказала термостат который на котором можно выставить температуру необходимую и он будет проверять на какую температуру нагрелось помещение и и физически делать прерывание в линии которой в которой включена на которой находится розетка и куда включаются штепсель от этого вот обогревателя таким образом я надеялась что мы буквально вот этими двумя приспособлениями защитным экраном и наличием термостата мы уберем вот эти вот негативные комментарии которые люди оставляют по поводу этого обогревателя но я надеюсь что они все-таки откликнутся и пришлют мне этот кожух и все будет хорошо но пока что я еду на стройку и контрактор попросил привезти ему у нас этот мексиканский наш друг он как бы наверное хочет так вот убедиться потому что схемам недостаточно то есть обычно люди как посмотрят на схему и думают как включить но нет он хочет все потрогать руками он горит у меня закажи а я посмотрю как это сделать и как это включить а вот ну в общем придется его ставить это в спальню и нужно ставить такое место где люди не смогут дотронуться до него то скорее всего это будет место за дверью который ничуть не хуже чем любое другое место поскольку он греет не вперед а он греет снизу вверх да холодный воздух поступает снизу да просто по принципу того что теплый воздух поднимается вверх а холодный поступает снизу и естественным образом образуется конвекция дарянчего воздуха в помещении таким образом помещение нагревается вот ну посмотрим как это все будет работать и пришлют ли мне эту запасную часть если нет то придется как-то обходиться без этого но я надеюсь что все-таки пришлют вот но вот такие вот новости да ну вот так вот немножко я расстроилась по этому поводу но хорошо буду держать вас в курсе пока 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 сейчас мы пытаемся открыть эту штуку и посмотреть где ее лучше повесить и расположить so in the cases we want to get the protection screen we need to think where to put it so people will not burn them so it is not that hot here because it says here on the panel that it's not going to be hot but still you know it's better to have some sort of protection yeah this is all the insulated so so here is the а это вот сам обогреватель такая тоненькая пластинка и больше ничего там нету с обратной стороны вот провода и ничего это больше нету она просто включается в розетку и такой вот керамическая пластина который он нагревается между ним по стенке проходят горы и воздух и воздух и воздух это тоже выливается просто маяк потребляет энергии очень эффективно в общем-то не баракулев такое хорошее решение для небольшой комнаты so that's it it's very simple people complain that the switch here is very weak that's why we need a thermostat to regulate this on and off so but basically other than the hard surface and weak switching people say that it's okay and it takes a very low energy it's not very it's very effective and there's indeed a lot of energy we need to put it on internal walls so the wall will not be cold so let's see сейчас мы будем решать на какую стенку его повесить и все оказалось не так уж плохо они конечно перепутали и прислали мне более мощную модель я заказывала 250 как они прислали 600 но вы видите здесь две панели все-таки это одна это protection screen и 2 вот это вот это сама само обогреватель а вот вот он тяжеленький такой а вот это к нему protection screen который не позволяет касаться нагревающих частей то есть получилось все в итоге очень хорошо сейчас мы будем решать куда же все-таки его прицепить чтобы он не мешал поставить мебель тут тоже замечательная вещь значит а наш контрактор сделал в стене это называется кондуит на самом деле такое видите что это шланг который идет из отверстия вот такого сделанного из розеточного отверстия и приходит такое же розеточное отверстие вот здесь вот это нужно для того чтобы можно было потом как-то стенки зашиты пропустить туда шнуры вот у него есть специальная штука вот он делает показывает она выходит через второй конец вот она вышла с второго конца и можно пропустить туда можно пропустить туда пробок значит вот контрактор мне сказал что он оставит кусок провода там внутри чтобы а те кто будут здесь жители в общем могли протащить его зацепив кусочек необходимого кабеля за конец этого шнура протащить его туда и использовать его для подключения к телевизору потому что вся эта стенка предназначена для того чтобы над камином совместить телевизор там будет к нему питание и можно его соответственно подключить и к компьютеру а сегодня лоптопы все имеют разные разъемы где-то разъем hdmi где-то разъем mini hdmi на всех не напасешься поэтому такая вот такое вот сооружение это очень кул очень здорово вот у нас это окошко появилось дверь на дверь залеплена не видно какая она собственно так никаких изменений за счет только вот много дырок я сказал уже на потолке очень много дырок где будут led светильники они мало употребляют электроэнергии очень эффективно и довольно яркие ну вот с этой стороны оказалось что дверь открыта от нее отвалилась картонка которые ее закрыли но такая дверь еще раз я говорю что я не люблю вот эти овальчики ну это то что было доступно over the counter без того чтобы заказывать ее уже дверь есть вот мы поместили сюда кодовый замочек вот и мне сделали ключи одновременно сделали ключи от верхнего замка и от нижнего одинаковые а так конечно это действует замоками очень удобно замок можно поменять любой момент все поменяли жильцы перекодировали поменял ключ осталось тот же самый на зайти с этим замком нельзя она сказать эти замки они гораздо более надежные чем обычно потому что нам в хумдиво показать как можно обычный замок открыть таким ключом в котором нет нарезки просто вставляется туда ударяется молоточком и замок открывается а вот этот верхний замок кодовый и вот так просто не открыть потому что там ключ утапливается в общем он такой весь из себя замечательный безопасный и мы будем такие замки ставить сюда потому что мы их любим я вечно нет ключей таскать их с собой тоже не отруха собственно все мы посмотрели что этот обогреватель у нас стоит от стены всего там на тринча и эти дверные здесь называется двор что просто не знаю как по-русски будет в общем вот эта вот штука который предпочтает меньше до настучала а стенку вот этого как раз туда поместится этот хитр между дверью и стенкой и он не будет на проходе когда дверь закрыта я надеюсь что люди купаются закрыты двери он будет обогревать это помещение но в то же время не занимать место и аналогично мы в каждой спальне его поместим за дверью в зависимости от того какую сторону дверь открывается мы с противоположной стороны забили вот здесь вот в этом месте поместим интересная особенность этих хитров является вот что что их не рекомендуется ставить на наружные стенки потому что наружные стенки просто холодные и тогда получится что они охлаждаются да мы хотим чтобы все-таки теплый воздух проходил через эту батарею поэтому мы смотрим каждый раз чтобы эти хитры стояли обогреватели стояли на внутренних стенках там где будет соседнее помещение тоже электрик подключил электричество я не заехала сюда но во всяком случае уже гейт открывается что очень хорошо и приходил человек по уборке территории подрезал травку и это самый убрал вот эту траву нам где был заросший забор совершенно он открывался с двух сторон была трава всегда то есть уже смотрится это все намного аккуратнее и намного симпатичнее белки тут бегают вот такая лужайка он наверно проверил скринклеры все вроде все работает значит следующая задача у нас будет такая чтобы посадить по периметру этого забора растения которые растут быстро и высоко для того чтобы создать здесь некоторое подобие прависе потому что конечно сейчас высокий забор только здесь и тут вот он снижается и все получается открыто на эту улицу осмотреть там особо нечего очень довольно неприглядный поэтому здесь посадится кусты которые растут довольно быстро и вся эта эре будет закрыта от глаз со стороны улицы что является хорошо ну на этом вот он собрал мусор кучи еще там приберет немножко и будет это все смотреться очень даже замечательно вот ну хорошо на этом я пока эту часть репортаж заканчиваю и езду в сторону дома благо сейчас еще не трафик ну вот друзья видите как хорошо все закончилось нужно мне прийти домой и написать свои извинения по поводу того что я неправильно на них наругалась но факт в том что значит панель это сделано в индии коробка совершенно не соответствует тому что находится внутри внутри все находится правильно есть обогреватель есть к нему защитный экран все это 250 ватт а не 600 на коробке написано 600 ватт нет экрана и есть термостат а вот в этой панели термостата нет ну в общем все что могли переврать все переврали и отсюда было моего утреннее расстройство но мы сейчас посмотрели на саму панель на ней написано 250 ватт то есть она идет в ванной комнаты то есть как и планировалось у нее есть защитная крышка мы помещаем за дверью в общем все хорошо вот ну что еще там среди вопросов которые задавались был вопрос о том как менялся как менялись помещения как менялся образ жизни людей которые жили вот здесь вот там в середине прошлого века но что я могу сказать вот мой опыт наблюдения за старыми домами 50-х годов прошлого века показывает что в основном да для среднестатистического миддл класса такого даже скорее более бедного да лоу миддл класс в основном это были дома с двумя спальнями с одним туалетом и с гаражом на одну машину обычно эти дома по своей площади не превышают где-то 80-90 квадратных метров они небольшие по мере того как уровень жизни рос появлялась новое строительство в 60-е годы да то уже дизайн этих помещений изменился уже среднестатистический дом это был дом с тремя спальнями в основном да уже был туалетов не один а два с половиной гараж на две машины и в кухнях уже было предусмотрено место для посудомоечной машины в этих старых домах посудомоечная машина не водилась видимо тогда их просто не было обычный дом включая так они есть немножко вот такой среднестатистический дом они есть двух скажем так уровней что ли те которые попроще у них будет одно помещение гостиная те которые немножко более повыше классом у них будет два помещения формальная гостиная и неформальная гостиная так называемая семейная комната которая будет примыкать к кухне и может быть даже в них будет формальная столовая но это не обязательно это уже вот идут градации внутри самого класса жилья да чуть получше будет уже столовая отдельная ливина что я заметила вообще по своему опыту что обычно домах которые немножко классом повыше то там где есть формальная вот это вот гостиная почему-то ее всегда делают очень большой хотя может быть это было исторически так потому что люди принимали гостей в этой формальной гостиной да и она должна была быть большая чтобы всех вместить и рядом находилась дайнингро формально имеется ввиду что приходили гости не такие близкие которых ты хочешь пускать свою семейную гостиную где у тебя может быть более расслабленный такой образ жизни формальная гостиная предусматривает совершенно другой стиль мебели который там стоит более такой формальной более официозной но жизнь показывает что наличие вот такой формальной гостины она совершенно то что не нужно но во всяком случае я бы сказал так что вообще-то ее иметь полезно но вот таких размеров она планируется в домах это по-моему неправильная пропорция между семейной этой комнаты семейной гостиной и формальной гостиной потому что обычно в нее ставят красивую мебель она очень представительная но люди ее не пользуются то есть это просто некоторые витринов которые в лучшем случае раз в году на крисмас или на новый год соберутся гости а так вообще эта комната стоит пустая вот с этой вот мебелью и никуда в нее не заходит а в то же время семейная гостиная которые люди пользуются каждый день она значительно меньшего размера и там тесно там детки на велосипедиках катаются маленькие кто-то ползает кто-то лазает и конечно хочется ее иметь побольше и вот это несоответствие формальной комнаты и семейной комнаты я в общем-то пытаюсь реализовать следующем проекте то есть я считаю что формальная гостиная должна быть потому что бывает там приходит гость какой-то с которым хочется сесть в кресло и поговорить и не пускать его дальше в дом потому что обычно формальная гостиная она находится у входа в дом значит бывают такие потребности когда приходит человек которому не нужно идти в остальную часть дома но в принципе она не должна быть большой там могут стоять пару кресел там и столик и этого достаточно когда собираются все-таки гости как правило как правило те гости которые у нас собираются они все приходят family room и это очень веселые застолья и это доступ к кухне и к еде и так далее вот это был мой комментарий по части того как используется формальная комната и неформальная комната что касается вот роста благосостояния населения современные дома их строят примерно где-то вот сейчас новые дома но такие опять же вот на такой же средний уровень их строят примерно где-то сто семьдесят сто восемьдесят квадратных метров но как правильно было заметно замечено поскольку земли нету их выстраивают вертикально вверх и такие новые домики сто семь сто восемьдесят квадратных метров могут иметь сразу аж три этажа мы даже три с половиной не такие есть полуэтажей типа сплит левел называется они смотрятся очень хорошо но там на самом деле нет места потому что если вы представите в домике в три этажа сколько площади забирают лестничные проемы то полезной площади остается совсем мало то есть там крохотулечки комнаты там конечно делают большие красивые окна и там все есть там есть ландыри в самом помещении и какой-то кусочек дайнинг такой вот или кусочек чего-то но все такое крошечное что повернуться в этом доме совсем негде и кругом одни стенки одни лестницы но это мое личное такое заключение кроме того подержки протягивай ножки а что делать когда все такое дорогое да но на мой вкус уж если выбирать между квартиры например и отдельно стоящим дома таким трехэтажным да или это самая квартира в одном уровне то я бы пошла квартиру по крайней мере там все таки как-то видимо площади больше не чувствуешь себя так уж клаустрофобик а вот сейчас я вас специально везу таким маршрутом чтобы показать новое строительство да вот было замечание что если в силиконовой долине уж так нет места так может быть уже пора двигаться вверх да чтобы чтобы ну обеспечить все-таки людей жильем и вот как раз у нас здесь буквально вот это угол камина и сан-антонио идет большая стройка очень красиво все строится здесь очень дорогие квартиры а еще года три назад когда я перейдем в доме и мамочки я не проеду так вот я заблокировал я не могу проехать да вот здесь идет большая стройка и вы видите что тут уже раз два три 4 5 6 7 7 или 8 этажей будет вот она вот и и туда идет и это жилой комплекте домики дорогие квартиры еще года три назад когда первая часть строилась а три года назад до две спальни и два туалета здесь стоили больше четырех тысяч он четыре четыреста что-то такое это были запредельные цены тогда все остальные цены были ниже но сейчас наверно не здесь еще дороже остальные цены уже потянулись например до этого уровня а вот грандиозный комплекс и и все строится вверх но это многоквартирные дома и собственно говоря да силиконовая долина постепенно идет по пути это самое ухода от одноэтажных домов потому что действительно нету места население прибывает и нужно где-то людей селить что касается домов для отдельной семьи да все-таки америка была страной там назывался уильфа петрова одноэтажной америка и когда вы живете в доме вам не очень хочется чтобы у соседа был два этажа и чтобы он со своего второго этажа видеть все что творится у вас на бакьярде поэтому некоторые города принимают законы о том что у них не разрешается строить более одного этажа а так у нас случилось в городе лос-алтес там был объявлен мораторию на строительство двухэтажных домов и мы собственно планировали изначально двухэтажный дом и потом вынуждены были идти и строить дом одноэтажный но зато мы построили там еще и бейсмен а вот но современные застройки там уже совсем нет клочка земли там же просто смотрят окна в окна там уже такой вопрос не стоит но в принципе там где нормальные участки земли там больше двух этажей строить не разрешается все-таки люди хотят сохранить свою провиси и сохранить какое-то вот ощущение что они как бы полностью владеют своим участком и там конечно многоэтажном строительстве речь не идет я не знаю что там строили на больше двух этажей такого ли не видела второй этаж еще в некоторых городках разрешается в некоторых нет а вот ну вот этот вот красивый построили здесь комплекс на углу сан антонио это маунтин-вью граница с палалта вот и постепенно у нас ссылка минореал она преображается здесь уже появляются высокие более скажем так более высокие дома конечно нам до небоскребов далеко в сан-франциско есть наши локальные небоскребы там может быть но максимум где-то до 35 этажей наверно где-то так сан-узе я думаю даже нету и такого количества этажей наверно сан-узе это где-то 10-15 но тоже издалека видны высокие дома стоящие такими башенками что же касается долины у нас нету здесь такого количества населения чтобы вот это офисное пространство разместить там на 30 этажах но если тенденция сохранится и силиконовая долина будет по-прежнему технологическим центром и мозговым таким кабинетом это сам все силиконовой долины то вполне возможно через много-много-много лет есть придут тоже к тому что начнут появляться и высотные здания но пока что это не предмет обсуждения вообще ни в каком виде но действительно да строится жилые кварталы с уже три-четыре этажа это очень показать а вот там впереди не знаю видно или нет построили офис билдинг на на 3 в трех уровнях но офисное пространство она скорее идет как бы наверх как это легче с этим справляются городские наши власти а вот вот там вот впереди слева от меня тоже видно высокое здание это тоже партнер комплекс очень дорогой называется валу и там всегда были очень дорогие квартиры они всегда топов сувайн они очень дорогие там очень много бассейна в барбекюере каких-то вот разве с левой стороны за светофором вот в основном вот это старое строительство ну все-таки одноэтажное но идет большая работа по перестройке и сносу всего этого старого вот то что сейчас справа от меня но неминуемо будет сноситься вот я планы не смотрела mountain you но тем не менее я думаю что она будет носиться и вместо него будет что-то такое более новое и красивое строится вдоль элкамина реаль очень много строится residential жилья и кондоминиумов и квартир потому что действительно жилья не хватает и любой пятачок где что-то сносится а если он соответствует по зонингу да я хотел бы два слова сказать о зонинге значит каждый уголок каждого города относится к определенной зоне весь этот зонинг находится в распоряжении сети которая решает где что можно строить то есть например если зонинг рассчитан на офисное пространство то там нельзя в этой зоне в этом помещении открыть детский сад это очень показательно связи с тем что например я знаю в москве в жилых квартирах открывали офисы да здесь такого делать нельзя здесь если есть зонинг на офис значит там будет офис если есть зонинг на медицинский офис там будет медицинский офис а если нет зонинга на школу такой-то тресни никто тебе не разрешит открывать школу там где ему и быть не положено это нормы на парковку это нормы на размеры оповещения на пожарную безопасность и очень много всяких других норм а вот но вот видите тут тоже вот тут наша школа находится прямо написано по окно в компьютер скул но тем не менее вот эти все старые домишки конечно которые уже пережили себя их буду сносить я не знаю это вопрос времени просто но наблюдая за тем что происходит здесь вот мантин ю и как быстро разносится потом даже узнать трудно что это такие были до более знакомые места вот еще тут огородили что-то нам тоже будет сносить ой-ой-ой это же ресторан его совсем недавно построили ресторан чебес его построили наверное нет а может уже давно лет 15 назад но сейчас он награжден забором уже его сносят вот такие вот изменения вот слева будут когда-то ресторанчик ведь они поменяли видно зонинг и вот тут слева от меня идет большой огромный жилой массив огромный просто вау конца и мы не видно а был ресторанчик вот так что сити меняет зонинг и кстати у нас один приятель есть который занимался тем что он ходил в сити выяснял места где зонинг поменяется например с коммерческого на резидентный да где будут строить жилье и скупал вот этот еще еще только себе то есть когда еще никто не знал только в планах это все было он скупал коммерческие места и потом когда зонинг менялся строил там дома и продавал то есть тоже был очень хороший бизнес вот так он нашел вот эта большая такая аналитическая работа по тому чтобы просто штудировать все документы посмотрите меняется зонинг то то что там кто-то вам готов это принести вы какие красивые домики построили это наше место где у нас раньше школа стояла тут уже целый массив же вот наша старая школа тоже целый массив построили четыре этажа очень красиво вот новое строительство то есть новое строительство оно достаточно аскетично но оно в основном это потолки все-таки 9 футов это почти трехметровые потолки и у них очень много окон очень много света и за счет того что комнаты хотя и маленькие но когда потолки высокие много окон все это смотрится очень мило современно и симпатично ну и вообще новое вот и справа новое строительство видите что происходит со всех сторон все строится 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 но это что строится естественно но будет по цене намного выше чем старое жилье тут как ни крути то есть казалось бы а вот они сейчас настроить жилье да и подорвут этот рентал маркета и уже не будут таких высоких цен на рент но ничего подобного они строят новое жилье и цены там будут такие высокие что еще старые дома дадут форы по низким ценам вот ну вот вот такая история сейчас вот доеду до 85 поснимаю вот что происходит вокруг и уже поеду домой у меня сегодня день когда я забираю внучку после секции так что мне нужно рано вернуться как хорошо ехать к трафика мало совершенно другая езда балкончики даже очень мне нравится я люблю новое строительство как-то там даже как эта атмосфера другая вот мы сейчас делаем ремонт и тоже нас будет выглядеть как новенькой но конечно существующих рамках мы ничего так серьезно не ломаем и только так вот по чуть-чуть добавляем меняем что-то одно на другое то есть у нас уже были окна вот какие они были да мы не делаем больше переделывать окна на больше это очень большая работа связанная с тем что она задевает структуру самого дома и стенки могут не выдержать крыша на всем этом лежит поэтому это все очень сложно и мы этого не делали то есть мы не делали отверстие больше просто поменяли одним на другие но конечно когда большие окна у меня следующий проект будет там мы уже будем стенки менять и окна менять там себе уже сделаем большие окна красивые много света посмотрим как-то все вылится этот проект он типа подготовительный такой на нем отработать может быть обогреватели там какие-то мелкие вещички начнется другой проект и будем там уже вот ну что тут всюду крана вот тут еще справа что-то строится причем такое серьезное судя потому что эти железные конструкции она что-то высокая будет строиться но приятно приятно когда все строится есть такое ощущение жизни потому что когда приехали в девяностом году была рецессия мы жили в сан-франциско и по улице гири очень многие магазины были закрыты просто железными жарами и на стеклянных витринок были крест-накрест наклеены полоски бумаги все это выглядело как во время бомбежки во время войны и это очень грустное зрелище так вот буквально заклеенной бумагой свет не горит это ужасно грустно и как-то депрессивно очень действует а когда все строится и кипит и бурлит вот это замечательно поднимает настроение и в общем есть ощущение что жизнь двигается и двигаться в правильном направлении вот солнышко светит птички поют все замечательно но хорошо ребята на собственно я не знаю что там еще может строиться по дороге а если смысл что-то показать или нет просто потому что это часто не еду я не помню есть там стройка какая-то по дороге или нет может быть даже и нету поэтому на этом мы сегодняшний репортаж и закончим пока пока